Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Скорее для Татарстана. Стрижи инвесторам могли бы быть более интересны, считает Гозман. Программа Экономика. Замминистра экономического развития Ольга Чаузова отметила, что кировские власти готовы поддержать такую инициативу. Возможность подачи заявки в российское Минэкономразвитие даже уже обсуждалась предварительно. Правда, она уточнила, что федеральные власти в приоритетном порядке рассматривают заявки от городов, где особо сложная ситуация на градообразующем предприятии, а стрижи к таким не относятся. Экономика. На 101 АФМ. Предпринимателям расскажут, как обезопасить бизнес. Налоговая служба и авиатская торгово-промышленная палаты проводят публичные слушания по теме «Как обезопасить бизнес. Информационные ресурсы государственных органов для комфортного ведения бизнеса». Слушания пройдут 21 февраля с 10 утра на Комсомольской и 1. Представители налоговой, чиновники, общественники, а также предприниматели расскажут о возможностях информационных ресурсов различных ведомств. Подобные мероприятия проводятся ежеквартально в рамках программы «Реформа контроля надзорной деятельности», утвержденной Советом Препрезиденте по стратегическому развитию приоритетным проектам. Экономика. В животноводстве выросли основные показатели. По данным Минсельхоза за прошлый год отмечен рост производства продукции во всех категориях хозяйств. Валовый надой молока вырос на 5% к уровню прошлого года, производство скота и птицы на 0,4%, яиц на 5,5%. Поголовье крупного рогатого скота, свиней и птицы также увеличилось. Число коров, например, сейчас оценивается 84,5 тысячи. К 2023, напомню, региональные власти хотят увеличить производство молока до миллиона тонн в год. По словам руководителя аграрного комитета УЗС Владимира Яговкина, эта задача непростая. Она потребует увеличения стада продуктивности коров, создания молокоемких перерабатывающих производств. В завершении о валютах доллар сегодня 56 рублей 36 копеек, курс евро 70,65. Ольга Балезина, Новости экономики в Кирове.